МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Законопроект, который затронет жизни сотни тысяч казахстанцев, и не просто затронет, а качественно повысит уровень жизни. Речь идет о документе, инициаторами которого выступили сами сенаторы. Законопроект о развитии социального предпринимательства. Старт работе над ним был дан только осенью прошлого года. С тех пор изначальный документ наполнялся новыми пунктами и дополнениями. А все потому, что законопроект, разработанный сенаторами, направлен на точечное решение конкретных проблем людей с особыми потребностями и их трудоустройства. Причем инициирован этот закон был далеко не случайно. Создание достойных условий для развития и обеспечения работой граждан с ограниченными возможностями – один из важнейших приоритетов работы Сената. Глава государства постоянно уделяет большое внимание решению социальных вопросов, а также оказанию поддержки малообеспеченным гражданам и людям с особыми потребностями. В этом ключе большое значение имеет развитие социального предпринимательства. Следует особо отметить, что эти изменения и дополнения в законы инициированы и подготовлены депутатами Сената. Впервые в отечественном законодательстве дается определение социальному предпринимательству. Поправки, предусмотренные законопроектом о социальном предпринимательстве, носят концептуальный характер. Помимо того, что впервые в стране закреплено само понятие «социальный предприниматель», еще и определен перечень людей, которые становятся подопечными бизнесменов с высокой социальной ответственностью. Теперь в этот круг будет входить 9 категорий людей. Для того, чтобы не просто поддерживать тех, кто помогает с работой людям с проблемами по здоровью, но и стимулировать рост таких предпринимателей, депутаты внесли 21 изменение и дополнение в 3 кодекса и 2 закона. Меры государственной поддержки предусматривают представление инфраструктуры, финансовую поддержку, представление грантов, методическую информационную поддержку, а также обучение. Кроме этого, в налоговый кодекс вносятся изменения, в которых предусмотрено два вида облегчения по налогам. Это на 50% снижается налог на имущество и расходы направлены на обучение представителей социального из вымыслаев населения. Получат теперь соцпредприниматели и государственную поддержку. Сенаторы утвердили такие меры, как предоставление грантов для соцбизнесменов, субсидирование процентной ставки в банках, предоставление в аренду госимущества на льготных условиях и другие. Также предусмотрено уменьшение налогооблагаемого дохода в случае оплаты обучения и повышения квалификации сотрудников. В новом документе, который сенаторы обсуждали не только с представителями разных госорганов и неправительственных организаций, экономистами и общественными лидерами, но и с самими соцбизнесменами, уточнены четыре основных критерия. То есть, чтобы называться социальным, в штате предприятия должны быть представители социально уязвимых слоев населения. Кроме того, компания может производить и продавать товары для них, а также оказывать специальные услуги, важные для людей с ограниченными возможностями. Картофель как главный ньюсмейкер в отечественных СМИ. В Казахстане обсуждают стоимость овощей и фруктов. Граждан возмутил ценник на свежий урожай иностранного производства. В курсе проблемы и сенаторы. Правчас в палате был посвящен государственной программе развития АПК. И это не просто обсуждение разрабатываемого в стране стратегического документа, а выявление слабых мест и предложение к решению проблем, что называется, на берегу. Чтобы не ужасали потом казахстанцев своей ценой импортные картофели и помидоры. Решению проблем агропромышленного комплекса в Казахстане всегда уделялось особое внимание. И неудивительно, АПК – один из важнейших элементов национальной безопасности страны. И это на первый взгляд кажется, что цена овощей ударяет только по карману потребителя. Но нет, растет стоимость одного, тянет за собой цену на другое. И как итог повышается уровень инфляции во всей стране. В целях превращения данной отрасли в ведущую силу экономики Казахстана за последние десятилетия разработано несколько отраслевых программ развития агропромышленного комплекса. Неоднократно менялись подходы к финансированию. Но все эти меры не дали ощутимых результатов. Причиной этого является неэффективность инструментов господдержки, низкие показатели производства, а также разрыв между агронаукой и агропромышленностью, неналаженная система хранения сельхозтоваров. А это уже базовые показатели состояния экономики. В Минсельхозе объясняют причины подорожания продуктов просто. То, что вырастили внутри страны, уже съели, а новое еще не выросло. Вот и заполнены прилавки привозным и дорогим. Но государственная программа развития АПК и должна была решить эти проблемы. Сенаторы объясняют, почему это не произошло. Проведенный глубокий анализ реализации государственной программы показывает, что по многим индикаторам невыполнения, многие показатели, многие цели, которые мы ставили, не достигнуты. Я считаю, что есть очень много причин. Я думаю, каждый регион сделает свой анализ. Но одним из главных нужно отметить, что систематическое недофинансирование тех мероприятий, которые намечены на государственной программе. Систематическое недофинансирование отрасли в Минсельхозе признают. К примеру, в прошлом году из запланированных в госпрограмме 745 миллиардов тенге фактически выделили 510. А в 2019-м на развитие отрасли потратили 414 миллиардов тенге из 507 запланированных. В качестве сравнения в профильном ведомстве приводят цифры показателей соседних стран. Там финансирование аграрного сектора превышает казахстанские показатели. Правчас в Сенате тем и продуктивен, что это возможность для госорганов выслушать тех, кто непосредственно работает в сфере. А последним донести свои проблемы до министерств и представителей законодательной власти, чтобы в итоге свести спрос и предложения в единый и качественный документ. В данной программе был проведен анализ основных проблем в животноводстве и в растеневодстве. На данный момент они также за указанный срок практически не реализованы. Низкая продуктивность всех хозяйств животных и птиц остается практически на одном и том же уровне. И вот только несколько показателей, исправление которых вопрос продуктовой безопасности страны. В прошлом году Казахстан обеспечил себя мясом птицы только на 60% от общей потребности рынка. В этом году показатели выросли. Но все равно полностью накормить казахстанцев отечественным мясом птицы пока не получается. И похожая картина по колбасным и молочным продуктам, сахару и рыбе. По итогам правительственного часа его участниками был разработан пакет рекомендаций для отечественных министерств с конкретными и детальными советами, как и что нужно исправить, чтобы не пугать граждан страны ценниками на сельхозпродукты. По новым правилам будет работать космодром Байконур. Они прописаны в договорах, направленных на развитие сотрудничества Казахстана с Россией в сфере космической деятельности. Документ сначала одобрили в Мажелисе и сейчас он рассмотрен в Сенате. Эти соглашения позволят, во-первых, четко разграничить обязанности сторон казахстанской и российской по обеспечению безопасности при пусках ракет-носителей «Союз-2». Во-вторых, запустить с космодрома Байконур космические аппараты в северном направлении, на приполярные орбиты. Эти документы позволят Казахстану стать участником международного проекта «Уанвеб». Для того, чтобы охватить всю территорию мира, всего земного шара, спутниками, низколетящими спутниками компании, которая хочет подать широкополосный интернет для всех стран мира. Это, в общем-то, хорошая задача. И она, конечно, позволит Республике Казахстан охватить всю территорию, как обещает Министерство цифрового развития и инновации, осуществить доступ к широкополосному интернету всех населенных пунктов Республики Казахстан, включая небольшие поселения, аулы, села и так далее. Эти соглашения позволят также увеличить загрузку космодрома, а значит и количество коммерческих запусков ракет, которые, кстати, работают на экологически безопасном топливе – смеси керосина и жидкого кислорода. Тем не менее, в документах оговариваются многие нюансы, в том числе и ежегодный мониторинг животного и растительного мира в районе запуска ракет. Это было «Время Сената». В следующих программах мы снова расскажем о законах, которые создают для социального благополучия всех граждан страны. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok